Торговая марка Nautilus у нас на слуху, наверное, всего лишь года два. Начиналось все со спиннинговых удилищ, потом были овсетные и не только крючки, были плетеные лески и масса других видов товаров, не было одного, не было катушек. Теперь они есть. Катушки, вот они, лежат передо мной. Три разные модели, трех разных серий, разный ценник. Он не сильно отличается, в принципе, ценник бюджетный по теперешним меркам. Ну, может быть, вот верхняя из них будет чуть-чуть попадать там в средний бюджет, но в общем и целом это катушки, доступные для массового рыболова. Что интересно, название серии катушек совпадает с названием серии спиннингов. Вот это Black Gator. Я думаю, те, кто ловили спиннингами Black Gator, те очень хорошо о нем отзываются, об этой серии. Далее имеем катушку серии Magnet. Magnet это чуть-чуть более дешевая серия спиннинговых удилищ и, соответственно, чуть-чуть более дешевая серия спиннинговых катушек. Наконец, вот это, это называется Cross Blade. Из них иерархия такая, что Black Gator он классом выше, Magnet классом средним и самый бюджетный это именно Cross Blade. Чем интересны эти катушки? Я их уже успел покрутить. Очень хорошее мягкое вращение, надежная фиксация дужки. Если вот эти две модели, которые подешевле, они предполагают как основную монофильную леску, но, естественно, можно использовать и плетенку, то вот Black Gator, который я все-таки надеюсь после выставки испытать в полевых условиях, он имеет мелкую шпулю. Это предполагает использование в первую очередь плетеной лески. То есть это то, чем ловим мы в большинстве случаев. Ну, скажем так, мы это рыболовы от такого среднепродвинутого уровня и выше. Мы ловим на разные типы приманок, в отличие от тех катушек, которые производятся, например, под европейский рынок, все-таки больше на плетеной леске. Но если вам интересен монофил, пожалуйста, есть это, есть это. Сюда тоже можно намотать плетенку, но требуется ее несколько побольше или требуется мотать бэкинг. Вот сюда бэкинга мотать не надо. Здесь, я думаю, плетеночка там 10-15 ЛБ в такой средней размотке войдет тютелька в тютельку. Обратите внимание вот на эту фасочку, которая есть на краю шпули. Она есть вот у этой серии Black Gator. Это предполагает некое уменьшение вероятности сбрасывания петель и бород, которые, ну, что греха таить, оно иногда бывает, когда мы ловим рывковой проводкой на приманке типа воблеров, минов, поперов и чего-то похожего. Вот эта фасочка, она уберегает нас от таких неприятных явлений. Это хорошее решение. В общем и целом, в руке лежит нормально. Качество намотки проверяли, оно очень даже приличное. Осталось дождаться практических отзывов. От меня вы практический отзыв по этой катушке получите очень скоро. Спасибо. Продолжение следует...